Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередное заседание правительства Московской области в режиме видеоконференц-связи с участием глав всех муниципальных образований Подмосковья. На совещании были рассмотрены несколько важных вопросов, но особое внимание Андрей Юрьевич обратил на программу капитального ремонта многоквартирных домов. С 1 мая в квитанциях на оплату за услуги ЖКХ жителей нашего региона появится графа «Капитальный ремонт». За каждый квадратный метр общей площади квартиры их собственники ежемесячно должны будут оплачивать 7 рублей 30 копеек. Так, например, за квартиру площадью 40 квадратных метров дополнительно необходимо будет платить 292 рубля. Освобождаются от уплаты взносов собственники помещений в тех домах, которые признаны аварийными. Такое жилье будет включаться в муниципальные и областные программы расселения. Не будут платить и те, чей дом расположен на участке, который решено изъять для государственных или муниципальных нужд. До 3 апреля собственники жилья на общих собраниях должны были выбрать один из двух вариантов работы программы, который предлагает закон – сформировать специальный счет дома для сбора средств на капитальный ремонт, а впоследствии провести и оплатить все работы самостоятельно, или доверить управлению деньгами и ремонтными работами региональному оператору. Абсолютное большинство жителей нашего района выбрали второй вариант. Управлять деньгами на капитальный ремонт в таком случае будет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, сохранность средств которого гарантировано правительством Московской области. Средства будут учитываться отдельно по каждому собственнику. В любой момент можно будет проверить, какая сумма собрана, сколько и на какие виды работ потрачено. Собственникам не придется самим заниматься текущими вопросами. Фонд самостоятельно аккумулирует средства, выступает техзаказчикам, финансирует расходы на капитальный ремонт, предлагает собственникам на утверждение предложения по ремонту, привлекает и контролирует подрядчиков. Фонд также вправе использовать средства, собранные собственниками одних домов, на ремонт других, где эти деньги нужнее. В законе особо отмечается, что такое перераспределение средств возможно только на возвратной основе. В Клинском районе в 2014 году будут капитально отремонтированы 133 многоквартирных жилых дома. На эти цели будет потрачено 417 миллионов рублей, из них 87 миллионов рублей из федерального бюджета, 78 миллионов из бюджета Московской области, 130 из бюджета Клинского района и 122 из средств собственников жилья, которые, напомним, с 1 мая 2014 года начинают платить за капремонты жилья по 7 рублей 30 копеек за один квадратный метр площади. Работы, предположительно, начнутся в июне. В целом, за последние пять лет в Клинском районе были капитально отремонтированы свыше 300 многоквартирных жилых домов, что составляет 40% всего жилого фонда района. На эти цели из различных источников было направлено 2,2 миллиарда рублей.